Привет, любители бизнеса и интересных историй! Многие начинающие предприниматели, которые только задумываются о том, чтобы открыть свой бизнес, первоначально часто кошмарят себя всякими картинами штрафов, налоговый, судов, особенно судов. Начинающим предпринимателям может казаться, что не заполнив правильно документ, или если не договориться с заказчиком в какой-то момент, то в конечном итоге он угодит в суд и в тюрьму даже посадит. Сегодня я расскажу, как, занимаясь ремонтом, строительным бизнесом, у меня было два суда. Я быстренько расскажу про эти суды и про то, что мне с этих судов было, какое наказание наша компания в итоге понесла, для того, чтобы вы не боялись и знали, на что обратить внимание, занимаясь собственным бизнесом. Первый суд у нас был очень интересный, это вообще был первый суд в моей жизни. Мы делали трехкомнатную квартиру на севере Москвы, и там было целое семейство юристов, потомственные. Юрист-мать, юрист-отец, и сын у них тоже был юрист, соответственно. И когда у нас возникли какие-то неполадки на объекте, ну то есть там по мелочи что-то не договорились, родители сказали этому парню, слушай, ну ты юрист, мы недаром там тебе в юридическую школу отдали, деньги за тебя заплатили, давай-ка подавай в суд. И он ни с того ни с сего вдруг взял и подал на нашу компанию в суд. Очень интересно, по каким причинам, то есть там была затяжка сроков, и сроки мы действительно затянули, и какие-то там мелкие разногласия, и самое главное, он почему-то решил, что может с нашей компанией содрать деньги за весь материал, который мы поставляли на объект. Прикол был в том, что на самом деле весь материал, он нам давал деньги, и мы его покупали. И все чеки у нас были, и весь материал был наш. А он сказал, нифига подобного материала он покупал сам, ни с того ни с сего выставил нашу компанию, решил выставить нашу компанию, ну 800 тысяч рублей, то есть почти на лям подал суд на нас, просто трындец на ровном месте. Причем до того, как подать в суд, он еще звонил мастерам, и мне даже, по-моему, звонил, я как раз вел тогда этот объект, и говорит, если вы сейчас мне же не заплатите 300 тысяч, и не уйдете с объекта, я еще подам на вас в суд, то есть угрожал. Эта ситуация была тем случаем, когда наша компания не была виновата. Я, в общем-то, когда вот у нас все эти разборки начались, спокойно совершенно на это отреагировал, и совершенно никакого страха не было. Ну, в общем-то, влепили нам повестку в суд на 800 тысяч рублей. Окей. Что из себя представляет суд вообще? В общем-то, для тех, кто там не был ни разу, это сидит судья, сидит помощник судьи, она записывает все, конспектирует, кругом микрофоны, которые снимаются, то есть записывают то, что ты говоришь. Ты приходишь, вот мы были с адвокатом, то есть меня представлял еще адвокат, и он представлял себя сам, как заказчик с другой стороны. Суды постоянно могут переноситься, то есть вы можете, например, прийти в суд, кто-то не готов сказать, ну мы передвинем дело на другой день, потом не готова другая сторона, мы передвинем на третий день. И так суды могут длиться месяцами и даже годами порой дляться, потому что все переносят дела, придумывают отговорки и так далее. Вот. Что делал адвокат? Адвокат должен был изучить материалы нашего дела, с нашей стороны цифры, представить какие-то доказательства, но он это все, конечно же, не изучил. Так очень часто бывает, я потом с ребятами разговаривал. И он больше отвечал в нашем суде за эмоциональную составляющую, то есть когда нам заказчик говорил что-то неправдоподобное, там что-то гнал, врал, он там, товарищ судья, посмотрите на него, он гонит, это мошенник. Это вот такие вот он выкрики, это были с его стороны. Я как человек не очень эмоциональный, по фактам, я же прекрасно знаю, как у нас там дела складывались, я уже у нас представлял с точки зрения математики, с точки зрения цифр. Вот, посмотрите, взяли материал на эту сумму, получили на эту сумму, вот, пожалуйста, чеки. Доказательства потом передаешь в суде, она это дело все изучает. Вот, у нас судов было, насколько я помню, два. Еще мы опрашивали свидетелей. Свидетелями были сметчик, который вел объект, там я вот его курировал, вел его сметчик. Он пришел, давал показания, то есть как вообще, по его мнению, здесь были дела с нашей стороны, в нашей компании, со стороны истца, собственно, нашего заказчика, молодой парень, такой в татуировках есть, он представлял себя сам. И у него позиция была слабая, заведомо, потому что, потому что он был неправ. То есть, когда человек врет, когда он путается, когда он не шарит в цифрах, его в суде можно разбить просто на раз-два. Плюс эмоциональная составляющая в суде тоже очень важна. И с нашей стороны наш юрист, адвокат, не знаю, как его назвать, он нас представлял тоже с эмоциональной стороны достаточно уверенно. И после того, как мы два раза, два заседания у нас было, кстати, в суды иногда приходится ждать по 6 часов, то есть назначен на 10, заходишь в 5. Это нормальное вообще дело. Так что лучше судов, конечно же, избегать. Но в этом суде, в общем-то, было два судебного заседания, и раза три там по разным сторонам, по разным причинам мы переносили. В итоге суд присудил нам поражение и присудил в пользу истца 80 тысяч рублей. То есть эти 80 тысяч рублей, по сути, для нас ничего не стоили, мы легко их ему передали, потому что, по сути, у нас из его денег, каких-то там предоплат, оплат, как раз было примерно на эту сумму. То есть представьте себе, человек, там, если речь идет о разногласиях на 300 тысяч, многие думают, что если они сейчас впаяют на 800, суд там в два раза срежет, и там 400, но заплатят. На самом деле нифига, так совершенно не работает. Работает иначе. Суд делает именно так, как должно быть по закону. И то, что по закону должно быть, оп, бегают тут, мешаются. То, что должно быть по закону, судья именно таким образом принимает решение. В этом, в данном случае, для нас 80 тысяч рублей было абсолютной победой в сравнении с тем, что хотел заказчик. Ну, так закончился у нас первый суд. Мы эти деньги отдали, и ничего страшного, в общем-то, не произошло. Ничего страшного, в общем-то, не произошло, и мы остались этим судом очень довольны. Маленькая вставочка в видео. У меня был интересный плейлист, который мне очень нравился. Он был только, когда я начинал создавать канал. Называется как раз «Гусиная история», где я рассказывал всякие интересные случаи, которые были со мной на стройке или в каких-то других видах бизнеса. Это видео будет как раз продолжением того плейлиста. Поэтому послушайте, может быть, вам понравится. Мне потому что подобный материал слушать очень интересно. Ну и напишите в комментариях, нравится ли подобный формат, формат бизнес-историй вам. Теперь второй суд. Второй суд у нас был вообще интересный. После того, как мы так триумфально победили в первом суде, несмотря на официальное поражение, но я считаю, что это была победа у нас. Я подумал, блин, если на нас вот этот заказчик первый подаст, мы тогда на вторую заказчицу подадим сами. Вторая заказчица была вообще интересная. То есть у нас был... Мы делали одну комнату, там всего лишь эту комнату закончили. И в этой комнате ей не понравилось, что в одном углу просто торчало немного ламината. То есть, знаете, когда новый ламинат, он еще не отлежался, его плинтусами с утра не прижали. Вот. Не прижали в углу, там, дюбелями или плинтусами. Вот. Он и пока еще не отлежался, он парусит так. Потом он прижимается, укладывается и становится все нормально. И за цветком в одном месте на покрашенной стене она маленькую коцку обнаружила. И она не хотела нам платить из-за этого, там, какую-то сумму в районе 90 тысяч рублей. Сказала, там, перекрашивайте мне стены, перекрашивайте, перекладывайте мне пол. Этот вариант не устраивает. Причем тут такие ситуации возникают, когда уже в конце, когда сдача работы происходит. То есть, всегда все устраивало, приходит, пора платить взнос последний там или какой-то. Ну, мы там маленькую предоплату брали. И она говорит, меня не устраивает, я не буду вам платить. Вот, что хочешь, что я делаю. Хотите, подавайте суд. И мы на нее суд подали. Я тогда подумал, что если первый заказчик на нас подаст, то в отместку, как бы, по правильному течению энергии мы должны подать на него, будем уже на вторую заказчицу сами. Он подал, мы тоже подали. И вы бы видели, что происходило в суде в этот раз, вот именно с ней. Она была полностью не права. То есть, мы же инициировали как раз вот этот иск. И мы точно должны были там выиграть. Она разрыдалась просто в суде своими лживыми слезами. Просто в суде эмоции, чтобы вы знали, очень важны. То есть, судья зачастую смотрит на честность излагаемых материалов истцом, ответчиком. И на основе вот этого тоже делает какие-то выводы. То есть, не только материалы дела. Это подтверждение, да. Но помимо этого, она смотрит, не все же можно подтвердить бумажными какими-то записями, чеками. Все сомнительное, она смотрит по честности. И складывается у нее свое впечатление о людях. И она, соответственно, тоже свои решения на основе эмоций строит. И вот эта женщина ни с того ни с сего начала рыдать. Причем для меня это было так удивительным. Потому что на объекте она просто там вот так вставляла, орала на мастеров. Потом я приезжал когда решать на меня. Она там вообще там просто гром и молнии летала. А в суде она пристала вот такой бедной овечкой. Суд ей поверил. И наши чеки, то есть доказательства у нас были не по всем, скажем так, материалам. Но вот честно, вот если так понятийно рассуждать, у нас были на самом деле полностью, ну по-честному, мы все материалы, все работы там сделали, все предоставили. Но по некоторым чеки были слабее. То есть там, допустим, кассового не было или что-то такое. Давно уже дело было, порядка 5-6 лет назад. Точно не помню. И суд, в общем-то, признал ее победительницей, ее обиженной, несмотря на то, что мы были инициаторами. И вменили полную сумму. То есть она подала встречный иск ровно на такую же сумму, на какую мы на нее подали. То есть там, ну будем считать 90, я там точно не помню, от 60 до 90 была вилка. Мы, прикиньте, подали на нее на 90 тысяч. В итоге сами по суду остались ей должны 90 тысяч. Что могу сказать? То есть получается, что в суде лучше вообще лишний раз не появляться. Но если вы все делали нормально, если у вас есть доказательства своей правоты, то суд вполне по-честному может вас признать победителем. А бывают такие ситуации, как вот во втором суде, когда наоборот вы правы, а суд вас признает проигравшим и заставляет вас как раз платить. То есть мало того, что она нам не доплатила, так нам еще вменили столько же. То есть мы, по сути, 180 тысяч на этом суде потеряли. Вот, в общем-то, как строятся у нас суды. Потом взыскивают этот долг через некоторое время со счет компании. Там ты оплачиваешь, тебе исполнительный лист присылают и так далее. Ну вот, в общем-то, в судах ничего страшного нет. Я точно могу сказать, что платить налоги обязательно на адрес. Там речь идет о каких-то налоговых вещах. Как раз в видео я об этом рассказывал. Ссылочку в описании я тоже дам. И ссылочку на видео вы тоже увидите. Это что касается налогов. Что касается судов с заказчиками, если нагло вообще вас кидают, есть все подтверждения, смело обращайтесь в суд, и все будет там у вас нормально. Если же вы кидаете, то будьте любезны тогда перед судом в таких случаях отвечать. Не кидайте людей. Успехов вашему бизнесу. В судах ничего страшного нет, потому что это один из способов мирно, по закону, юридическими и правовыми способами решать дела. Поэтому рекомендую пользоваться именно такими правовыми способами. Без бандитских разборок, пускай они останутся в прошлом. На этом у меня все. Делитесь этим видео с теми, кто боится судов. Ставьте лайки. Пишите как можно больше комментариев, задавайте вопросы. С удовольствием отвечу, если у вас есть какие-то вопросы по суду, как вот мы туда приходили, в каком виде и так далее. Формат видео ограничен. Не хочется сейчас часовые видео делать какие-то подробности. Я все в комментариях вам расскажу. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал. Удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok